Десятки лет прошли с тех пор, как в одном из домов развилки поселилась семья Юдиных. И сегодня здесь праздник. Глава семейства Михаил Трофимович отмечает 95-летний юбилей. По доброй традиции в гости к имениннику приехала начальник Ленинского управления соцзащиты Елена Гусева. Она сказала ветерану теплые слова, вручила подарки и персональное поздравление президента России. Я пришла вас поздравить с вашим великолепным юбилеем. И не верится, что этому молодому мужчине 95. Да никогда не поверю, что честное слово. У меня сегодня очень почетная миссия. Во-первых, возьмите цветы. Они для вас. Это подарок от губернатора. И самое главное – поздравление от президента. Москва, Кремль. Судьба Михаила Трофимовича тесно переплелась с нашим краем. Уроженец деревни Ощерина практически всю жизнь живет на родной земле. Исключение годы Великой Отечественной войны, которую он провел в тылу на севере. Потом Михаил Юдин трудился на Молоковской фабрике упаковочных изделий. В московском газоперерабатывающем заводе. Во Внеегазе. Раскрывая секрет долголетия, юбилеар говорит, что главное – это оптимизм и любовь к жизни. А еще никуда без чувства юмора и иронии. К нам в деревню приходила цыганка. Ну, с моей матерью у нее знакомство было. Ну, она мне сказала, ты будешь жить долго. Семья – особая гордость ветерана. Почти полвека он прожил с красавицей и женой. Вместе они воспитали сына и дочь. Юбилеар однолюб во всем. Даже свою страсть к чтению он пронес через всю жизнь. И сейчас ни один его день не обходится без прессы. Утром он встает, делает небольшую зарядку. Это у него все время там позавтракает. И в 9 часов он отправляется в киоск за газетами. Каждый день? Каждый божий день. Какая бы погода ни была. Дождь. Они все его уже знают, любят. Даже его все время все с праздниками поздравляют. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Михаилу Трофимовичу здоровья. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Видное ТВ.